В Сочи началась оптимизация маршрутной сети. В итоге горожан будут перевозить 450 новых автобусов. Внимание на горный кластер. Высокий зимний сезон в Сочи должен пройти безопасно и качественно. На межведомственном совещании обсудили готовность курортов Красной Поляны. Инвалидность труду не помеха. Сочинцам с ограниченными возможностями здоровья предложили три сотни рабочих мест. В Сочи прошла специализированная ярмарка вакансий. Чтобы помнили, воздушным воротам Сочи присвоено имя героя. В целом новые имена получили 42 аэропорта страны. В Сочи меняется подвижной состав общественного транспорта. На курорт уже прибыли современные автобусы, которые соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта для пассажиров, а также адаптированы для поездок маломобильных граждан. Новые автобусы уже выходят на лени. Они появляются не только в центре города, но и в отдаленных районах. Подробности у Татьяны Говорковой. Этот микроавтобус для жителей Мацесты, можно сказать, стал желаемым предновогодним подарком. Теперь добраться до улицы Видовой можно с комфортом. Восьмерка – единственная маршрутка, которая возит пассажиров по этому непростому пути. «Целое дело, как он приедет. Пятачок такой маленький. И всё заставлено. Не развернуться». Дорога узкая, и обычные автобусы тут никогда не ходили. Раньше, говорит Иван Кива, добираться до дома было трудно. «Раньше была у нас старенькая «Газель». Постоянно ломалась. Очень было неудобно в ней ехать. А сейчас у новой хорошую маршрутку выделили. Очень приятно в ней ехать. Большая, просторная. Очень хорошая. Говорят, летом кондиционер есть. Летом будем ехать в комфорте». Новый микроавтобус, вместительные, удобные сидения, предусмотрены необходимые детали. Во время открывания дверей автоматически опускается подножка. Комфортно ездить стало не только пассажирам, но и водителю. «Легче стало работать и интереснее, потому что машина новая, везёт хорошо. Руль лёгкий, машина, сидения мягкие, всё довольны. Выдвигается подножка для инвалидов. Всё очень хорошо сделано. И все довольны, жители Мацетска». Кстати, водитель у жителей Видовой на особым счету. Каждый отмечает его доброту и уважительное отношение. Поэтому и называют по-свойски. «Дядя Саша, вы на новую сейчас едете? Всё хорошо, спасибо». А едет дядя Саша по маршруту от остановки «Новая Мацеста» до улицы Видовая, спускается к 11-й школе и выезжает на среднюю Мацесту. «Восьмёрку» называют социальным маршрутом. Он был сформирован исключительно исходя из пожеланий жителей. Общественный транспорт постепенно обновляется во всех районах города. «Оптимизация нашей маршрутной сети, она, безусловно, включает в себя как раз-таки замену автобусов малой вместимости. Это и «Хюндай», и «Богдана», так называемый, которые у нас по городу ездят, на автобусы большей вместимости. До 1 июня такая задача стоит у всех перевозчиков. Поэтому могу с большой уверенностью, стопроцентной уверенностью сказать, что мы это начали, начали до Нового года, а не с, как мы до этого говорили. И, соответственно, я думаю, что уже буквально к апрелю-маю месяцу наш подвижной состав у наших частных перевозчиков будет полностью обновлён. А это порядка 450 автобусов. 30 новых автобусов уже можно увидеть на линии 95, 19 и 25 маршрутов. Дошли они и до микрорайона КСМ. Уже завтра 6 новых автобусов выйдут на линию по 87 маршруту. Современный подвижной состав существенно отличается от предыдущего. Во-первых, салон просторнее, а значит, увеличилась вместимость. Во-вторых, в автобусе установлены автоинформаторы, объявляющие остановки, электронное табло и кондиционер. Кроме того, салон адаптирован для маломобильных групп населения. При необходимости водитель может опустить воздушную подвеску автобуса, чтобы пожилым людям и мамам с колясками было легче войти и выйти из салона. Должностные обязанности водителя также входит выставлять аппарель. Проще говоря, пандус, по которому могут заехать в салон колясочники. В случае недобросовестности водителя можно обратиться в управление городского транспорта по телефону горячей линии 8-918-665-2665. В рамках оптимизации маршрутной сети запланирован и ввод безналичной оплаты проезда во всех маршрутах общественного транспорта. Она будет осуществляться с помощью транспортной карты, которая появится в городе с февраля. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Создать максимально комфортные условия для любителей зимнего вида отдыха. Такую задачу ставят власти Сочи. Сегодня в поселке Эстасадок состоялось межведомственное совещание по подготовке к зимнему сезону с участием руководителей курортов Красной Поляны. Заснеженные горные вершины – как напоминание о том, что массовый наплыв туристов не за горами. На курортах Красной Поляны уже много гостей, которые осваивают лыжные трассы на самом верху. Некоторым помогают инструкторы. В Центральную Россию приезжают. Москва, Питер. Также еще в Сочинске приезжают. Все круто, снега много. Приезжайте кататься. Будем покорять вместе вершины. Большой восторг. Все продумано, хороший сервис, инструктора. Ребенок катался первый раз и после двух часов с инструктором сразу поехал. Константин и Елена Ващенко из Ульяновска. Два года назад они приехали в Сочи, занимаются бизнесом. Здесь с малышом, чтобы подышать горным воздухом. Пока только прогулки на высоте 960 метров над уровнем моря. Мечтают в ближайшем будущем встать на лыжи. Нам здесь очень нравится природа, очень нравится воздух, вид вокруг. И прекрасный горный курорт. Друзья, которые не были, они, конечно, просто в восторге. Потому что вроде бы здесь рядом, от Сочи ехать 40 минут на машине, а этого всего не видно. Когда сюда попадаешь и поднимаешься, как будто вообще другая какая-то вселенная. Вселенная под названием «Красная поляна» зимой принимает 1 миллион 300 тысяч человек. В этом году цифра должна быть такой же. А горные отели должны быть заполнены на 100%. В первую очередь требования к безопасности. Сергей Юрченко, заместитель главы города, требует обеспечить антитеррористическую защищенность объектов торговли горного кластера. Это и наличие рамок металлодетектора, и кнопки тревожной сигнализации, и видеокамеры, плюс качественная работа охранных предприятий. При том опыте, который уже есть, за несколько лет скопился после Олимпийских игр, мы еще раз докажем нашим гостям, что у нас качественно и безопасно отдыхать на курортах Красной Поляны. Безусловно, одним из важных вопросов – это вопрос безопасности. Также мы проговорим, чтобы были соблюдены все меры, чтобы нашим туристам было не только комфортно, но и безопасно находиться. Гости, которые приедут в Сочи на новогодние праздники, будут останавливаться не только в горах Красной Поляны, но и в прибрежном кластере. Им рекомендуют пользоваться общественным транспортом, работа которого будет усилена. Добираться до горнолыжных курортов они смогут как на автобусах и электричках, так и на личных машинах. С 1 декабря заработали новые экспресс-маршруты 105-135 экспресс. Это, конечно, удобство и для наших жителей, и для наших гостей. Ну а тем, кто все-таки соберется ехать на своем личном автомобиле, я просто хочу напомнить, что, конечно, без зимней резины въезд в горный кластер будет запрещен. И служба ДПС, они тоже здесь усилят свою работу. На дорогах курорта и в особенности на подъездах Красной Поляны установлено информационное табло, где будет отопрожено количество свободных парковочных мест. Рекомендуется учитывать эту информацию, и в случае, если мест для парковки машин в горном кластере не останется, оставлять авто в Адлере, в Америкинской низменности и добираться на поляну общественным транспортом. Обсудили на совещании новогоднее убранство курорта, подготовку культурных программ, а также ценовую политику отелей и качество предоставляемых ими услуг. Проверили тщательно и небольшие частные гостиницы. На сегодняшний день мы выявили, что основным недостатком по малым средствам размещения, это является то, что у них размещены кнопки экстренного вызова ЧОПов, а не полиции, что является нарушением. Все эти недоработки будут устранены, и с 29 декабря до конца праздничных каникул на территории Красной Поляны будет работать Краевой, а в его составе и городской штаб. Ежедневно на дежурство будут выходить около 50 сотрудников мэрии и городских служб. Мониторинговые группы будут проверять работу отелей, предприятий общественного питания и розничной торговли, контролировать транспорт и дороги, обеспечивать бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры, а также следить за санитарным состоянием улиц, чтобы высокий зимний сезон провести на достойном уровне. Елена Овсецна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Перевоспитание трудных подростков обсудили сегодня в Сочи. Мэр курорта провел совещание по работе с детьми, не состоящими на профилактическом учете. Перевоспитанием ребят, стоящих на учете, в Сочи занимаются наставники. Это люди, имеющие авторитет у подростков, умеющие подобрать правильные слова в общении с ними. Как пример, подросток, слыша хулиганом, стал юнормейцем и спас жизнь случайному прохожему, оказал первую помощь. Все хулиганы, как правило, имеют лидерские качества. Поэтому мы его лидерские качества и энергии направили в положительную сторону. Он участвовал во всех мероприятиях, которые проходили за год по юнормии в городе Сочи, в том числе и во всероссийских мероприятиях, присяге спорт-род ЦСКА и так далее. Выезжал в Краснодар на Олимпиады, на спартакиады. Ну и когда случилась беда, он проявил гражданский героический поступок, спас человека. За этот поступок парень был награжден высшим знаком отличия юнормии, медалью за армейскую доблесть с первой степени. Другой наставник, как признается, в детстве и сам был трудным подростком. Они не социально опасны, с ними работать надо. Их правильно надо двигать в ту сторону, в которую они должны свою энергию выплескивать, ту отрицательную. Когда человек занят, он меньше думает о том, что может что-то другое совершить. Я говорю, хотите побить, зайдите в зал, оденьте перчатки и, пожалуйста, побейте друг друга. Успокойтесь, энергию отрицательную оставьте здесь, а там положительные, будьте позитивными ребятами. По словам тренера, таких ребят у него в зале много, а в трудной ситуации оказываются как дети из неблагополучных семей, так и те, кто воспитывается в любви и достатке. В какой-то период ребенку может понадобиться помощь старшего, и родители не всегда оказываются для детей авторитетом. Я вспоминаю все время свой случай, когда я в пятом классе, мы уже начинали хулиганить, тоже, наверное, такой возраст был переходной. И как сейчас помню, учитель физкультуры, мастер спорта по вольной борьбе, там просто подошел и сказал, ты, 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 завтра, чтобы были у меня в спортзале. И мы, естественно, пошли, и после этого полюбили очень сильно этот вид спорта, и он стал нашим тренером. И, естественно, это и было то, чего, наверное, не хватало, тот авторитет. Институт наставничества в Сочи начал развиваться несколько лет назад. Ежегодно больше половины проблемных подростков снимают с учета по исправлению. На профилактическом учете в начале этого года находилось 53 ребенка. 33 из них встали на путь исправления. И в этом заслуга наставников. В городе действует служба ментори, которая занимается не только исправлением поведения подростков, но и обучает тех, кто готов помочь им. Сегодня на совещании было принято решение проводить занятия со всеми наставниками, работающими на территории курорта. Это и педагоги, и тренеры, и просто люди, считающие своим долгом помочь детям. Ольга Десятого, Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Часы Швейцарии, Японии, России. Спешите за подарками изящные женские, часы классические мужские, топовые молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис, опыт, технологии, но самое главное – мастерство. В России завершился финальный этап голосования за присвоение имен известных людей аэропортом страны. Губернатор Кубани поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании за новые имена аэропортов Краснодарского края. По итогам конкурса воздушная гавань в региональной столице будет именоваться в честь Екатерины II. Этот вариант поддержали больше 60 тысяч человек. Аэропорт в Сочи назовут в честь космонавта Виталия Севастьянова. А комплекс в Анапе теперь станет носить имя заслуженного летчика-испытателя Владимира Кокенаки. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что такой проект – хороший способ сделать так, чтобы люди помнили свою историю через имена ее выдающихся деятелей. Конкурс вызвал живой интерес у жителей края. Сколько было дискуссий и мнений, сколько было названо действительно великих соотечественников. Считаю, что его цель достигнута. Люди вспомнили нашу великую историю, победы и достижения выдающихся граждан России. По всей России в конкурсе на новые имена участвовали 47 аэропортов. Голоса удали 5,5 миллионов человек. На Кубани свое мнение высказали почти 270 тысяч жителей. Они каждый день преодолевают себя, стремятся к новым целям и достигают высот. Они ломают систему, строят карьеру, рисуют, поют, выходят на олимпийские дистанции и создают шедевры. И это несмотря на то, что им порой сложнее справляться с жизненными обстоятельствами. В Краснодаре наградили тех, кто своей самоотверженностью и страстью, упорством и характером доказал. Ограниченные возможности здоровья – это только трамплин к будущим вершинам. В этом году дипломы за подписью главы региона и премии в размере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. О силе духа и воле к победе расскажут коллеги из Краснодара. Для Екатерины Бибиковой это первая награда такого уровня, поэтому девушка немного волнуется. Катерина, как и многие, с детства занималась танцами, ходила в художественную школу и мастерила украшения. А вот создавать кулинарный шедевр начала всего несколько лет назад. Она делает торты, выпечку и шоколад, может даже собрать букет из сахарных цветов. Его очень трудно отличить от настоящих. Екатерина жизнерадостная, активная и целеустремленная. Несчастный случай не сломил ее, а сделал только сильнее. Авария в 12 лет и перелом позвоночника. К сожалению, остановиться не удалось. Цели на будущее, честно признаться, еще не придумала. Но что-то выше, чем это событие будет обязательно. Поставлю себе новую цель и буду ее достигать. Упорством и характером отличаются все лауреаты. Многим из них пришлось начать жизнь заново. Они принимают судьбу и верят в себя. Поздравил героев и вице-губернатор Анна Менькова. Куратор СОСБОКа отметила личные успехи лауреатов. По словам замглавы региона, в крае ведется большая работа в этом направлении. Для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают реабилитационные центры. Недавно такое учреждение появилось в Белореченске. А для особых детей есть более 50 специализированных школ и интернатов. Я хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество. Это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Вы знаете, что на территории Краснодарского края за последние несколько лет открылось несколько реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из этих людей внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, Людмила Булавкина из Туапсинского района, когда узнала о болезни, не опустила руки, а начала создавать настоящие шедевры из ткани. Сегодня ее наградили за успехи в народном творчестве. Наше творчество – это был выход на новый уровень. И я думаю, что у нас еще все впереди, хоть я, скажем так, возраст, уже на пенсии я. Но все равно, я думаю, что еще все наши награды, все наши… все-все у нас еще впереди. Для многих творчество стало спасение от апатии и депрессии. Желание танцевать и петь, даже когда сделать это, физически просто невозможно. Жить так, жить! Жить и не тужить! Жить так, жить! Никогда не ныть! Жить так, жить! Надо просто жить! Сейчас на Кубане около 450 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Как посчитали специалисты, это каждый 12-й житель края. В регионе для них действуют специальные программы и работают реабилитационные центры. Но самое главное – поддержка родных и близких, друзей и коллег, чтобы каждый мог почувствовать себя частью большого мира. Алина Сорокина, Дмитрий Ланин, Влад Захаров, Кубань-24, Краснодар. А сегодня в Сочи для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла специализированная ярмарка-вакансия. Она традиционно проводится в первой декаде декабря, которая считается декадой инвалидов. Работодатели представили более 300 вакансий на свободные рабочие места, подходящие для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Акция проводится Министерством труда и социального развития Краснодарского края и Центром занятости населения к Международному дню инвалидов. Участники ярмарок могут подобрать вакансии с краевой и региональной базы, получить информацию о программах Центра занятости, пройти первичные собеседования с работодателями и узнать все об условиях работы. В течение нескольких дней подобные ярмарки под названием «Достойный труд для инвалида». Инвалидность труду не помеха. Пройдут во всех районах Сочи. Приглашаем принять участие в Лазаревском районе с 10 до 12 в Национальном центре культуры имени Мазлумяна. А 7 декабря у нас ярмарка-вакансий состоится в Адлерском районе, в РДК Адлер с часу до трех. Приглашаем всех желающих. К слову, с начала года в Центр занятости населения Сочи обратилось в поисках работы более 9 тысяч граждан, в том числе 336 человек с инвалидностью. Из них 156 трудоустроены. Сочи не только красивые, но и умные. Курорт включен в список пилотных городов, в которых будет цифровизировано городское хозяйство. Проект «Умный город» реализуется Минстроем России. Помимо Сочи в список вошли Краснодар, Новороссийск, Тольятти, Воронеж. В Сочи уже разработана системная архитектура «Умного города». Кроме того, планируется создать шоу-рум цифровых технологий, где заинтересованные компании могут презентовать свои цифровые решения в части городской среды, медицины или туризма. В проекте «Умный город» приветствуется и инициатива горожан. Например, жителям предлагается воспользоваться конструктором подъездов. Сделать это можно, подойдя к ремонтам в подъездах по-новому. Воспользоваться конструктором подъезда и подробнее ознакомиться с программой «Умный город» можно на официальном сайте проекта. Более двух тысяч сочинских школьников написали итоговое сочинение. Сегодня единый день сдачи этого важного для каждого из выпускников экзамена. Если раньше старшеклассники допускались на ЕГЭ автоматически, то теперь гарантия этого допуска – написание итогового сочинения. Пишут его все без исключения. Через это испытание ученики 11-12 классов проходят с 2014 года. Надо отметить, что проходит экзамен так же строго, как и ЕГЭ. Требования, да, конечно, аналогичные. Ребятам запрещается иметь при себе какие-либо электронные вычислительные приборы, наличие любых справочных материалов, которые отсутствуют и на стендах, в аудиториях. Готовиться к этому экзамену школьники начали еще с начала учебного года. Неоднократно писали пробные сочинения. Чуть-чуть есть волнение, конечно, но мы долго готовились, поэтому я надеюсь, что все пройдет отлично. Темы были заранее, направления были заранее оглашены, поэтому сейчас посмотрим, какие темы. Все будет хорошо, я думаю. Темы творческой работы школьники узнали за 15 минут до начала экзамена. А тематические направления этого года – отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесла, доброта и жестокость. В единый день проведения итогового сочинения эту работу написали более 2200 сочинских школьников. Те, которые справятся с творческим заданием, будут допущены к единому госэкзамену. Те, кто получит незачет, будут вынуждены писать сочинение снова, 6 февраля или 8 мая. Добавлю, что по усмотрению вуза, к имеющимся у выпускника баллам ЕГЭ по предметам, за итоговое сочинение может быть добавлено до 10 баллов. Сочинцы взяли бронзу на первом объединенном открытом чемпионате России по косике карате. Он прошел в ноябре в Москве и собрал рекордное количество – 550 участников из 40 городов России. Кроме сборных команд регионов, на этот чемпионат прибыли команды из Японии, Франции, Туниса, Белоруссии, Абхазии и Донецкой Народной Республики. Косики карате – японское боевое искусство, которое переводится как «жесткое». Поединки проводятся в полный контакт, но перед боем спортсмены облачаются в специальную защитную экипировку – жилет и шлем. Благодаря этому риск получения травмы сводится к минимуму, а поединок остается зрелищным. На минувшем чемпионате России отличились два сочинца – Михаил Оделжонов и Артем Геворкян – воспитанники четвертой спортшколы. В первом бою я выиграл противника достаточно легко, во втором бою был противник потяжелее, а в третьем бою я проиграл противнику на один балл на дополнительном времени. Ребята занимаются карате два года и за это время добились немалых успехов. Прошли ряд подготовительных турниров в Абхазии, Ростове, Краснодаре и Сочи. Впереди у мальчика всероссийские соревнования в Екатеринбурге. Мы с тренером будем готовиться к этому и делать лучшие приемы, отрабатывать броски, падения и удары. Совсем недавно были небольшие изменения в правилах. Спортсменам разрешили выполнять больше бросковой техники. Она теперь оценивается более высоким количеством баллов. Мы добавили больше элементов дзюдо в процесс подготовки, чтобы ребята могли разнообразить свой арсенал. Турнир в Екатеринбурге – невероятная ответственность для юных сочинцев. Михаил и Артем будут представлять команду Южного федерального округа. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok